Мы радуемся свету, потому что иногда свет застает нас в то время, когда мы не хотим, чтобы нас видели. И обнаруживает то, что мы не хотели бы, чтобы оно обнаружилось. И поэтому Священное Писание говорит о людях, которые даже ненавидят свет, они бегут от него. И Библия говорит о людях, которые идут ко свету, которые желают, чтобы Господь обнаружил их сердце. Это люди, которые любят Господа. И сегодня в этом собрании, я верю, что Господь через Слово Свое, которое названо светильником, что-то показывает нам, чего мы доселе не видели в себе. И не только Бог желает нам это показать, но и от этого избавить. Тема, на которую я сегодня желал бы говорить, наверное, часто упоминается и не отличается ни оригинальностью, ни новизной какой-то. Но в последнее время я размышлял об этом вопросе и думал как-то когда-то об этом говорить, пока не случилась одна ситуация, которая меня как бы, ну, что ли, подтолкнула говорить об этом, ну, в срочном порядке, что ли. И случай этот произошел не так давно, когда беседовал я с одной сестрой. И она сказала о том, что в жизни своей она однажды пережила моральную боль на уровне физической. Я думаю, что это многим знакомо, и так или иначе кто-то так это переживал. Но поскольку это как раз было время, когда я размышлял над этой темой, я получил для себя это как подтверждение того, что нужно об этом нам напомнить друг другу. И эту боль сестра пережила, когда другой человек сказал в ее адрес, ну, крайне несправедливую вещь. И я думаю, что вы замечали, что неоднократно я поднимал вопрос о том, что мы должны правильно реагировать в жизни на несправедливость. И если человек не научился сам, не научил своих детей правильно реагировать на несправедливость, то этот человек не приготовил детей своих к жизни. Если пастор не научил церковь правильно реагировать на несправедливость, пастор не приготовил церковь до дальнейшей жизни и событиям, которые обязательно придут. Но сегодня я хотел бы посмотреть на другую сторону вопроса, о которой Священное Писание говорит, может быть, даже гораздо больше, когда мы являемся источником несправедливости и, в частности, несправедливых слов. Есть такая категория грехов, которая в богословских учебниках обозначается как грехи уст. То есть это те согрешения, которые мы совершаем с помощью нашего языка. И я прочитаю некоторые тексты, два текста, чтобы мы с вами начали в этом направлении мыслить. И в основном сегодня, вы знаете, так, наверное, надо делать всегда, но сегодня я хочу это отметить, я полагаюсь на содействие Господа, на работу Святого Духа, потому что мы будем слышать очень знакомые тексты, но мне хотелось бы, чтобы Господень Дух пропахал наше сердце и добрался до этих корней и удалил их из нашей жизни. Книга притчи, первый текст, который хочу прочитать, это шестая глава, с шестнадцатого стиха. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную. Сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. И второй текст, который я хочу сразу же прочитать, это тоже книга притчи, семнадцатая глава, пятнадцатый стих. Оправдывающие нечестивого и обвиняющие праведного, оба мерзость пред Господом. Благодаря тому, что язык, любой язык имеет, в основном, многие языки имеют множество синонимов, то с помощью этих синонимов Господь подчеркивает свое отношение к тому или иному вопросу. И много раз мы видим, когда Бог говорит, что Ему что-то не угодно. И это звучит, для нас должно звучать серьезно, но, вы знаете, к примеру, я могу сказать о том, что мне не угодно синтетическая одежда, мне не нравится синтетическая одежда, или мне не нравится, может быть, зеленый чай, но я не могу сказать, что это мерзость для меня одеть синтетическую рубашку или выпить стакан зеленого чая. Но есть случаи, обратите внимание, два текста, которые я прочитал, здесь неугодное Господу подчеркивается как мерзость душе его. Это то, что, ну, можно так сказать, душа Господа от этого содрогается. И в одном месте написано, тут перечисляются такие категории людей, и среди прочих лжесвидетельно говаривающие ложь, сеющий раздор между братьями. То есть человек, который проводит такую работу и говорит языком такие вещи, что добрые взаимоотношения между людьми, которые они доселе имели, или как минимум ровные, теперь или дают трещину, или разрушаются, или люди вообще превращаются во врагов. Это может происходить от того, что, может быть, рассказаны вещи, соответствующие действительности. Часто это может быть какая-то клевета. И второй текст, который я прочитал, в Библии написано, что мерзость в глазах Господа – человек, обвиняющий праведного. То есть если мы говорим вещи, не соответствующие действительности, когда человек на самом деле не делал или не говорил то, что ему приписывается, то же Библия говорит, что это очень мерзко в Божьих глазах. Вы знаете, когда Господь работает над нашим сердцем, Он не просто хочет нам обозначить какие-то запреты. С помощью Слова Божьего, с помощью Духа Святого, Бог хочет выстроить внутри нас правильное отношение к вопросу. И вот у меня в жизни было такое, так скажем, если можно громко сказать, освобождение от вредной пищи. Это сухая лапша, это которую берут дорогу пищу. Я еще не освободился от нее до конца. Но я просто приведу пример, как два таких было момента в моей жизни. Первый раз, когда меня хватило аж на несколько лет, это произошло, когда я во сне увидел, как я ем сухую лапшу со сгущенкой. Я проснулся, и мне так стало гадко внутри, что я несколько лет не прикасался к этой лапше, хотя это был всего лишь сон. Но вот так внутри меня это все произвело. Потом годы прошли, дороги, надо чего-то хочется горяченького и жиденького. Я снова обратился к этому производству наших братьев-китайцев. И дальше кушу. И однажды я читаю содержимое. Содержимое, оно есть по законам, по правилам на этой обложке доширака. Я читаю, и вы знаете, читая такие страшные трудные слова в виде типа глютамата, вы представляете себе блюдо, можете из непропеченных пауков и слезняков. Знаете, настолько текст красноречив, настолько много там слов, не имеющих отношения к пище, к чему-то, что наш организм с радостью примет, что знаете, тоже произошло некое отторжение. Но текстовая вещь, когда я прочитал это содержание, и потом я уже забыл эти названия, я их как бы и не запоминал, гораздо менее имели время или воздействие на мое сознание. А вот то ощущение омерзения, когда я проснулся и представил на самом деле, как обмакивать в сгущенку вот эти вот сухие макароны, да, и вот это кушать. И вот у меня все внутри содрогнулось так, что на несколько лет мне стало это все неприятно. И вы знаете, когда Господь производит в нас работу, мы читаем Слово, мы читаем описание, мы слушаем проповеди, нам рассказывают о том, что плохо делать то или другое, но нам очень важно, чтобы Дух Святой вот дал нам то же ощущение, которое есть у Господа, когда Бог испытывает омерзение от каких-то действий, и что бы такое же омерзение испытывали бы к этому действию и мы с вами. В книге Левит есть тоже очень важный текст, 19 глава 16 по 17 стих, Библия нам предписывает, как взаимодействовать друг с другом. «Не ходи переносчиком в народе Твоем, и не восставай на жизнь ближнего Твоего, я Господь». Удивительно, что переносчик в народе, понятно, что это не переносчик почты, не переносчик каких-то там курьерских сообщений, то есть это негативная информация о ближнем. И написано дальше, «Не восставай на жизнь ближнего Твоего», стоят рядом вот такие два понятия, которые, кажется, очень сильно отличаются. Или я просто рассказал какую-то сплетню, или я посягнул на жизнь какого-то человека. И дальше сказано, «Я Господь». 17 стих, «Не враждуй на брата Твоего в сердце Твоем, обличи ближнего Твоего, и не понесешь за него греха». Цель врага, чтобы посеять и укоренить вражду в нашем сердце на нашего брата. Бог говорит, «Пойди, поговори с этим человеком, обличи его, и не понесешь за него греха». Каким-то удивительным образом происходит, может быть, мы отдельно когда-то можем об этом поразмышлять, что когда я враждую на ближнего в своем сердце, я несу за него грех. Наверное, за ту вражду, которую на него имею. 18 стих, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа Твоего, но люби ближнего Твоего, как самого себя, я Господь». Священное Писание предписывает нам постоянно смотреть на содержание нашего сердца на предмет отсутствия вражды и злобы внутри нас. И если произошла какая-то причина, что человек согрешил против нас, в этом случае Библия говорит, что мы должны пойти и обличать. Но, но, братья и сестры, в нашем сердце должно выстроиться очень серьезное отношение к тому, что мы сейчас будем говорить. И прежде чем мы будем обличать своего ближнего, мы все-таки должны задать себе вопрос, а что если ситуация выглядит не так, как я ее вижу? К сожалению, практика показывает, что большинство людей очень уверенно начинают обличать своего ближнего, если идут на этот шаг, и они не допускают мысли, что ситуация может выглядеть по-другому. И поэтому и в Ветхом, и в Новом Завете Господь направляет нас к диалогу, к разговору, потому что это тот самый случай, когда человек имеет, наконец-то, возможность как-то объясниться в случае, если мы способны его услышать. И языческие и иудейские обычаи говорят о следующем. Я прочитаю два текста. Один говорит о иудейском обычае. Евангелие от Яна, 7 глава, 51 стих. Никодим говорит, а остальным своим коллегам по Синедриону такие слова. «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» И аналогичное обычаи Деяния, 25 глава, 16 стих, говорит римлянин уже. У римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде, нежели обвиняемый, будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. И в иудее, и в римском праве, в римских обычаях все понимали, что если человек отсутствует и не имеет возможности объясниться, не имеет, как здесь написано, противника на лицо, не имеет возможности посмотреть в глаза, что-то сказать, то и в обоих этих текстах употребляется слово «прежде», у нас нет никакого права ставить в деле точку или совершать какие-то выводы. Но практика показывает, как говорит книга «Притчи», не помню точно в каком месте, первый в тяжбе своей прав. Давайте мы вспомним случай, когда кто-то нам о ком-то рассказывал. Согласитесь, что в большинстве случаев мы на 99% верим тому, что нам говорят. Если только это уже не откровенно зарекомендовавший себя как сплетник или лжец человек, обычно, когда мы где-то общаемся и появляется какая-то информация, нам свойственно верить сразу же, нам не свойственно даже так подумать или решить, а давайте мы выслушаем этого человека, что-то есть в нашей человеческой природе, что автор книги «Притч» говорит, первый в тяжбе своей прав. У нас сразу создается впечатление, что вот эта первая информация, она и соответствует действительности. Ну и давайте вспомним множество случаев, когда вдруг мы узнавали информацию со второй стороны и как радикально, чуть ли порой не на 100% менялась вся картина. И вы знаете, что не надо даже искажать слов. Есть одна такая, сегодня упоминали свадебную такую притчу, есть еще такая притча, она в древности, ну как в древности, чуть раньше использовалась, когда один мужчина спрашивает другого мужчину и говорит, а тебе жена говорит, что ты ей очень нужен. Он говорит, ну да, там вот такие бывают ситуации, так-так, и она говорит, ты мне очень нужен, дорогой. Он говорит, мне тоже, говорит жена, когда я там что-то там предпринимаю, говорит, очень ты мне нужен. Потом говорит, а тебе жена говорит, называют тебя господином. Он говорит, да, было даже такое, что она говорит, ты все решай, давай, ты господин в семье. Он говорит, мне тоже говорит, я ей говорю, дай мне чай. Она говорит, невеликий господин, сам сходишь. И знаете, эта сценка была построена на том, что слова абсолютно те же самые. То есть не надо даже вот искажать, то есть фразы те же, но смысл абсолютно вложен противоположный. И когда мы с вами имеем дело с тем, что появляется в наших речах какой-то человек, какое-то имя. Вот мне хотелось бы, чтобы сегодня Бог сделал так в нашем сердце. Есть случаи в жизни, их очень много, когда мы не можем избежать того, чтобы в отсутствии человека говорить о его поведении. Особенно это касается компетентных лиц, которые должны разрешать какие-то вопросы, которых Бог поставил судить дела и даже сказал, что будет порицать, если эти люди будут уклоняться от того, чтобы устроять. Есть случаи, когда такое происходит. Но вы знаете, в большинстве случаев, если мы себе честно положим руку на сердце, нет никакой нужды упоминать того или иного человека, которого мы сейчас упоминаем. И по иудейскому и римскому праву, если мы говорим о третьем человеке, который сейчас отсутствует, то нам нужно дать человеку возможность говорить сейчас за себя. Нам не кажется это таким очевидным, когда мы говорим это о ком-то, но нам кажется это очевидным, если мы знаем, что кто-то говорит о нас. Тогда сразу понятно, становится это правило и справедливость этого обычая. Вы знаете, когда люди говорят о том, что сердце бывает несвободно от суда, от каких-то клевет, может, ну не клевет, обычно это какой-то суд, открытых клеветников очень мало бывает, хотя и встречается такое. То бывает люди говорят, я не могу удержаться. И нам очень нужно серьезно молиться Господу, потому что на самом деле язык, по словам Якова, это неудержимое зло. И если говорят, что есть некоторые вещи, на которые человек не устает смотреть, это огонь, вода и то, как работают другие, то я всегда добавляю четвертую вещь, это смотреть на сучок в глазе брата. Есть что-то вот в этом, знаете, такое вот, что хочется смаковать. И Библия говорит, что слова наушника как лакомство, когда начинают мне шептать, значит, что происходит, что это за атмосфера такая? Я чувствую, что мне доверяют, на работе не доверяют, там где-то в серьезных поручениях не доверяют, а наушник, он создает атмосферу доверия. Вот мы, вот тайна, вот только ты будешь сейчас знать. И вот это вот наше эго, оно реагирует на такую обстановку, наша самооценка повышается. Я узнаю чего-то, чего не знают другие, а это еще с Эдемского сада уже в человеке возбуждало какие-то, в кавычках, высокие ощущения. И вот Библия и слова наушника как лакомство входят во внутренность чрева. И пусть Господь произведет в нас такое отношение, чтобы внутренность прямо испытывала в это время омерзение. Как сказал у нас один служитель, я рад тому, что не знаю, что обо мне говорят. На самом деле это большое счастье, братья и сестры, что мы не знаем всего, о чем говорят про нас за вечерним чаем где-то по домам. Если бы мы с вами узнали, то было бы гораздо больше сердечно-сосудистых всех этих событий, реанимации, и аптеки бы разбогатели гораздо сильнее после этого на нас. Но, вы знаете, однажды произошло так в моей жизни, что я думаю, что по Божьему промыслу мне как-то вот за короткий промежуток времени довелось узнать немало, что происходит за моей спиной. Просто раз, два и три и подряд. Это не напрасно так бывает. Когда-то разовые случаи, это просто человеческое какое-то событие. Но Давид, помните, когда он видел, что голод продолжается год и два и три, он пошел вопрошать Господа. И когда какие-то события имеют повторение, то очень часто это что-то Господь говорит к нам. И я так был удивлен, потому что понимаю, что Бог нас оберегает, а тут вот вдруг как-то Господь показывает. И, вы знаете, что потом произошло? Когда у меня был разговор с каким-то человеком, доселе у меня не было серьезного, как я вижу, достаточно серьезного отношения к тому, что я говорю по поводу другого человека. А тут, вы знаете, я говорю с кем-то в диалоге и упоминается имя. Упоминается имя человека, которого сейчас нет. И причем одного из тех, кто, ну, как бы наговорил лишнего, так скажем. Я чувствую, что внутри меня просто, знаете, вот сердце захлопнулось для диалога. У меня не было искушения там, вот, ладно, вот нельзя ведь этого делать. Вот сейчас ведь, вот не будем. Ну, я просто, просто сердце захлопнулось. Почему? Потому что предшествовавший опыт, Бог просто показал, приоткрыл этот занавес, как это мерзко, когда о тебе говорят, и ты не можешь защититься. Когда ты не можешь объясниться, как это ужасно. И сразу же сердце настолько получило свободу, что не было никакой борьбы, чтобы закроть уста, и диалог просто захлопнулся, и просто уже не продолжался. И я думаю, что Господь именно это и желает произвести в нас, чтобы в эти моменты, когда мы попадаем в такое искушение, в нас возникло то ощущение, которое имеет Господь. И я повторяю, что есть много случаев, когда мы должны, мы просто обязаны, бывает, говорить о третьем человеке. Но я повторяю, на это должна быть цель, цель конструктивная, созидательная, в помощь этому человеку. И этот разговор должен быть с компетентными лицами, которые реально могут включиться в ситуацию и реально помочь разрешить то или иное, или вот этому человеку осветиться. Во всех остальных случаях у нас должны эти шлюзы внутри закрываться, захлапываться. Очень простое выражение сказала одна сестра как-то, ну, оно звучит очень просто, но осуществить трудно. Она же говорит, я живу по принципу с людьми о Боге, с Богом о людях. Если у нас получится этот принцип осуществлять, то, наверное, мы много-много бед избежим. Я верю, что когда мы, братья и сестры, совершаем такие дела, когда благодаря нашим словам охлаждается чьи-то отношения друг с другом, посевается раздор, я верю, что это есть самое, что ни на есть, даяние вместо дьяволу. Если Иисус молился о том, чтобы церковь была единой, это была ключевая мысль в его последней молитве на земле, то, наверное, это очень и очень важно. И, наверное, это очень и очень страшно, если наш язык сделал что-то противоположное тому, о чем молился Иисус. И поэтому всякий раз, когда наше сердце будет снова побуждать нас к чему-то, чтобы сказать о человеке, которого здесь нет, давайте мы зададим себе эти вопросы, давайте мы скажем, а что если это неправда? А что если бы я был этим человеком? И пусть Господь даст нам, в книге Евангелия от Матфея, я хочу протестировать заключение этот текст, 12 глава, 7 стих, Иисус говорит фарисеям такие слова, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Иисус говорит, чтобы нам избежать такого мерзкого действия в своей жизни, когда с наших уст произносится осуждение в адрес того, кто реально не виноват, чтобы не произошло этой мерзости, мы кое-чему должны научиться, и Он называет это «милости хочу, а не жертвы». Служительская работа, вы знаете, подразумевает очень сложный такой спектр, когда, с одной стороны, мы должны распоздать нехорошие тенденции, с другой стороны, мы должны знать, что невиновный не должен быть осужден. И есть случаи, когда по всем показателям, по фактам, как говорят, ситуация 50 на 50. И старшие служители говорили и учили, что если ошибаться, то ошибаться нужно в сторону милости. Я однажды думал, что заставляет нас предпочесть ошибиться, вот как людей, предпочесть ошибиться в сторону того, чтобы осудить невиновного, нежели чем быть облапошенным. На самом деле доверие ошибиться в сторону милости, это значит, кто-то злоупотребит твоей милостью, кто-то злоупотребит твоим доверием, кто-то обманет тебя, и ты поверишь этому человеку, ты захочешь поверить этому человеку, и потом ты оказался, как говорят, облапошенный. Но вы знаете, вот именно вот нежелание быть облапошенным и движет нас в то, что мы предпочтем кого-то осудить невиноватого. Мы хотим быть людьми, о которых скажут, он сразу раскусил. Его не проведешь. Ведь хотим же, чтобы про нас так говорили? Его не проведешь. Но я думаю, что когда Иисус говорил, милости хочу не жертвы, Он сказал, лучше пусть тебя проведут другой раз, вместо того, чтобы ты осудил невиноватого и положил пятно незапятного в глазах Господа человека. От этого может пострадать наше эго, даже может пострадать наш кошелек, даже может быть наша репутация, кто-то будет считать тебя просточком. Но когда мы не знаем, братья и сестры, давайте мы вспомним эти слова Иисуса Христа, и если мы не уверены, давайте лучше предпочтем ошибиться в сторону снисхождения к нашему ближнему. И мы не будем делать дела, которые вызывают омерзение в глазах Господа. Сейчас я хочу молиться. Библия говорит о клеветничестве, о ябедничестве, есть такие вещи. В английской Библии клеветник называется, как человек, такое слово backbiter, то есть кусает в спину, то есть это движение всегда за спиной какое-то. Ябедничество в английской Библии переводится, как и в греческом, кстати, тоже тексте, как шептать, то есть это что-то, что должно вот здесь быть в узком кругу, и вот там не должны это никуда выйти. Вот эти все действия, братья и сестры, я повторяю, в глазах Господа омерзительные. Я бы очень хотел сейчас, чтобы Господь произвел в нас работу, чтобы мы просто очень усерьезнели наше отношение к тому, что в диалоге, в общении нашем появляется человек, которого здесь нет. Давайте мы сразу внутри просим Господа какой-то индикатор, какой-то сигнал, что это очень опасная территория. И хотя на нее приходится время от времени заходить, но если мы уже зашли, нам нужно идти как по минному поле, крайне осторожно, чтобы не оказаться в числе тех, кто сеет раздор между братьями, кто обвиняет праведного, и таким образом порой оправдывает и нечестивого. Благослови нас Господь, помолимся об этом. Спасибо.